Привет всем, с вами новый выпуск подкаста Раскадровка. Сегодня мы продолжаем наш разговор о 100 духовно значимых фильмах. Сегодня наш разговор пойдет о фильме «Места в сердце» режиссера и сценариста Роберта Бентона. Картина, которая вышла в 1984 году. Роберт Бентон, режиссер этого фильма, больше всего вам, наверное, известен по культовому фильму «Крамер против Крамера», который был раньше снят. Я так удивилась. На самом деле «Крамер против Крамера», мне кажется, до сих пор смотрится как современное кино. А здесь такой фильм очень ретро, просто дремучий какой-то ретро. Время фильма – это конец 20-х, начало 30-х годов 20-го века, и кажется, как будто бы тогда это примерно и снималось. Мы видим здесь в основном две семьи Техаска. Одна из них Эдна Споудинг в исполнении Салли Филд, одна из героиней. Мы в начале фильма встречаем как жену местного шерифа, но он достаточно быстро погибает. В самом начале фильма его убивает какой-то напившийся подросток чернокожий. И так как это Техас 30-й, ты сразу понимаешь, что этого подростка ничего хорошего не ждет. И, в общем, также мы видим несколько сюжетных линий, которые посвящены семье ее сестры. И там тоже какие-то перипетия различные проходят. Но главное, конечно, здесь интрига состоит в том, что, то есть главное, точнее, напряжение сюжетное состоит в том, что это очень тяжелое время в жизни американцев в 20-м веке, 30-е годы, когда действительно люди очень тяжело должны были работать, чтобы выжить. Многие теряли работу. Действительно, время такой великой экономической депрессии. И она, оставшись без мужа, главная героиня Эдна Споудинг, оказывается в очень тяжелых обстоятельствах. Дом в закладной. Да, и это все внезапно обнаруживается. То есть жил человек в неком таком пузыре. Все-таки быть женой шерифа, это довольно-таки престижно по тем временам. Деньги в доме вводились. Это мы видим и по домашней обстановке, когда муж еще жив, они вместе садятся за трапезу, за ужин, за семейный. Да, там все такое накрахмаленное, вот как в лучших традициях домохозяек. Эта женщина ничего не знала, кроме домашних обязанностей. Всем занимался муж, финансами. Ну, это нужно понять, что это еще провинциальный Техас, это очень патриархальные нравы. Собственно говоря, она и не должна была финансово особенно возникать. По первой части фильма мы видим, что она с оглядкой на мужа постоянно живет. Главные слова, решения, молитвы, да все что угодно принимает в семье он. А вот женщина, ну, как хранительница очага, воспитательница детей. Вдруг ей одной, мало того, что хозяйство тащить, вскрываются все экономические проблемы, которые она, ты сказала, знать и не должна была. И вплоть, ну, в общем, на нее одну, на ее хрупкие плечи, на женщину, круг, который был ограничен очагом домашним, сваливается все от экономических проблем, и она не умеет даже чеки выписывать в банке. Она просит управляющего научить ее это делать. Это раз. Два, это вплоть до стихийных бедствий, в фильме есть ураган. Да, как будто бы ураганов в ее жизни вообще не было до этого времени. Ну, как будто она жила, просто так на нее все одним махом валится. Да, ну, нужно понять, что Техас там на самом деле случается, и там по фильму мы даже видели, что... Она не наказывала детей, особенно сына, мальчика, да, это вот тоже прерогатива отца, какие-то споры решать, воспитательные такие функции именно наказующие, да, это тоже отец сделал, папа, да. То есть, она не знает, как наказывать сына своего школьника за провинности какие-то. Если этот фильм был социально выкрутить на полный градус, это был совершенно, если говорить, современный фильм на эту тему снять, да, мы бы выкрутили все это на полный градус, но здесь все такое мягкое, сглаженное, да, у нее куча проблем, но это такое ретро, как сказать, со слезами умиления на глазах, все такое... Знаешь, я думаю, что это вот, я бы назвал это, как фильм «Бруклин», например, да, Серша Иерон, это такой фильм про бабушек и дедушек, или про родителей. Это вот такой... Я бы не назвал это прям отдельным, конечно, каким-то жанром, но вот эта тема, она присутствует, ну, по крайней мере, ну, понятно, она у всех присутствует, все мы любим своих родителей, все мы любим своих бабушек, дедушек, но это вот история, скажем, твоих предков, даже недалеких, неглубоких, потому что Америка, собственно, достаточно молодая страна, ну, которые, скажем, или иммигранты, которые приехали там и в очень тяжелых условиях должны были как-то начинать свою жизнь, то есть вот этих историй в каждой американской семье, ну, почти в каждой американской семье найдется. Про те, кто, там, ирландцы, которые приехали из голода и вынуждены были тоже как-то тяжело работать, там, не знаю, там, евреи, тоже бежавшие из Европы, там, в общем, не знаю, поляки, да и вообще огромное количество людей. И также вот про тех, кто, про бабушек, дедушек, там, родителей, которые в великую экономическую депрессию должны были выживать, вот такие истории про выживших, тяжело работавших родителей, каких-то еще, это вот такой постоянно повторяющийся сюжет, и мне кажется, что на этот фильм нужно смотреть именно так, в нем есть что-то от, не знаю, семейного альбома. Да, вот действительно, вот это какая-то... Ну, да, сам режиссер действительно родился в Техасе в 1932 году, да, в каком-то смысле для него эта история автобиографичная, то есть, в его случае это взгляд на маму, ну, наверное, да? Наверное, да, я, например, вот тоже, я когда смотрел фильм, мне в голову пришли истории, там, про мою бабушку, которая тоже, там, вкалывала так, чтобы... Ну, и дедушка, просто дедушка меньше застал, он достаточно, когда я был еще маленький, умер. Ну, вот все эти истории из жизни, где они, там, должны были... Там, действительно, тяжело работать, как, там, во время войны, там, не знаю, из картофельных очисток что-то делали. Ну, вот все вот это. И я думаю, что... И, знаешь, на самом деле, мне... Вот я бы хотел, чтобы у нас как-то тоже было побольше фильмов, вот, ну, про наших, там, про наших бабушек. Ну, про родителей вроде бы как-то здесь такая разница не так ощущается, по крайней мере, у нас, да, все-таки наши родители тоже уже выросли, ну, не во время войны, то есть не во время каких-то таких тяжелых испытаний. Но это... Мне было бы интересно. Мне кажется, что как-то этого не хватает, что ли. Мы видим вот женщину, в которой можно увидеть, еще раз повторюсь, там, свою маму, там, свою бабушку или там прабабушку, которая оказалась в таких тяжелых условиях, и благодаря своему какому-то труду, ну, какой-то отчаянности, понимании того, что она не хочет, там, не знаю, бросать своих детей. И вот это какая-то вот то, что в женщинах есть, вот способность ради детей, ради семьи, ну, совершать, кажется, невозможные вещи. Вот этот фильм об этом. Вот он на таком, ну, женском подвиге. Таком тихом, часто незаметном. Так, кстати, женском, да. То есть это не про космос, не про войну. Фильм, на самом деле, полон уязвимых персонажей именно в это время. И так было тяжело, да. Тяжело было белым мужчинам, что называется, да, получать работу. Но все другие слои, там, населения были особенно уязвимы, да. Это женщины, это, как в фильме показано, чернокожие населения, потому что это Куклусклан, все дела. Тема Куклусклана тоже в фильме поднимается. Да, и так денег нет, да, куда еще, собственно, ну, как бы на них тоже совершенно нет денег. Многие из них на криминальный путь остановились, да, тем самым еще усугубляя и так свое положение в обществе. Плюс инвалиды, да, которые играет, здесь Джон Малкович играет одну из первых своих ролей, слепого парня. Да, который стал постояльцем у этой женщины. Снимает комнату у этой женщины. Куда такому, да, вот в это лихое, суровое время. Это история про кучку уязвимых людей, слепой, чернокожий, вдова, домохозяйка, там, ну, ее дети, которые вынуждены как-то объединиться для того, чтобы выжить. И единственное, что может дать им победу, это какая-то, ну, сила духа, да, по-другому не скажешь, потому что какой-то такой физической, мускульной силы у них явно недостаточно. При этом еще там есть вторая дополнительная линия в фильме. Муж сестры нашей главной героини в исполнении Сальфит изменяет ей с другой женщиной, и эти семьи две дружат. А мужик за это, это Харрисон, кстати. Да. Тоже одна из его, наверное, первых, ну, не первых, а ранних ролей. Да, и они, кстати, поженились с той самой женщиной, с которой он изменяет. Как трудительно. Да, вот. Там познакомились на съемочной площадке и уже долгое время являются супругами. Вот. Просто, казалось бы, к чему вообще эта линия? Ну, то есть, у нас и так хватает событий, да, и у нас есть главная героиня за периптиями, которые мы наблюдаем, а тут вот еще некая боковая линия супружеской изменой. Кстати, некоторые кинокритики вот именно за это фильм несколько понижали в оценке, ну, типа, зачем вот еще какая-то линия, которая вроде бы так толком не раскрылась. Я вот, опять же, здесь думаю, что этот фильм как-то не вполне стоит оценивать по каким-то таким классическим лекалам. Опять же, ну, не в смысле там попытки какого-то оправдания, я здесь говорю, а это действительно похоже на семейный альбом, да, вот. А была вот такая тетя. А была еще такая тетя, да, у нее такие-то были еще неприятности. И тут они как-то чуть-чуть переплетаются, ну, потому что это вызовы, связанные с тем, что там кто-то потерял мужа, там у кого-то там муж изменяет, какие-то вот, ну, и такие вроде бы обычные семейные проблемы и более экстремальные ситуации. Вот это все как-то вместе, вот такая сага о семье, да, о тех приключениях, с которыми сталкивались. И вроде бы, и вроде бы так, по фильму в целом, вроде бы победили. Хотя, опять же, это здесь, это такой, хотя в фильме и присутствует хэппи-энд, но он не вполне, ну, я имею в виду, что она удачно там свой хлопок продала, вроде бы они, так сказать, несколько помирились. А я ведь не предупредил о спойлерах, да. Ну, мы каждый раз напоминаем о том, что... Нет, давай не спойлерить последнюю сцену, потому что она, ну, так, дала достаточно интересную... А мне тогда, мы же как раз все-таки рассчитываем на тех, кто посмотрел, мы какие-то смысловые вещи хотели бы обсудить. Тогда идите и смотрите прямо сейчас. Да, да, ну, в этом смысле действительно мы предупреждаем, да, что мы спойлерим. Надо будет потом это вставить позднее. Мы спойлерим, потому что рассчитываем на тех, кто посмотрел этот фильм. Нам интересно уже его обсудить с теми, кто посмотрел. Поэтому, если для вас так важно не знать каких-то поворотов сюжета, то все-таки лучше вначале этот фильм посмотреть. Хотя, опять, это не детектив. Здесь сила этого повествования не в том, что ты... В принципе, ты можешь и предсказать примерно, чем фильм закончится. Обычно такого рода фильмы, они не содержат плохого конца. Ну, это же все-таки история про бабушку. Какой тут, может быть, плохой конец? Но это история о том, что... О тех трудностях, с которыми, ну, сталкивались вот там простые люди в Техасе в 30-е годы, и о том, как они эти трудности преодолевали. Это действительно история, наверное, она такая, знаешь, должна быть рассказана у камина. Когда вот там внуки сидят вокруг бабушки, и она им говорит, а вот, бабушка, почему у тебя такие натруженные руки? А вот, внучата мои, потому что вот мы там жили, работали, было тяжело. Должны были собирать своими руками хлопок, который резово оставлял шрамы. Но, тем не менее, мы победили. Да, вот это... Ну, даже нет, победили, это как-то звучит в контексте несколько наивно. Выжили. Да, выжили, да, мы выжили. Да, мы прошли и выжили это. Выжили, несмотря ни на что. И это такое, я бы сказал, в каком-то смысле, если с точки зрения того, кто смотрит и с другой стороны, да, это может быть какой-то почти этнографический тоже очерк, там, зарисовка, да, вот про жизнь техасцев, там, про их ценности. Опять же, тот же кукол с клан, который нам кажется чем-то, ну, чем-то таким почти демоническо-анекдотическим. Да, вот, пожалуйста, это часть жизни. Это вот какая-то расовая нетерпимость. Это то, что составляло... Что было обычным делом, да, что было обычным делом для многих людей, которые с этим сталкивались. Да, и, конечно, этот фильм, он начинается вот с такого достаточно неприятного, радикального события. Вот шериф погибает случайно, случайно погибает от шальной дурной пули напившегося подростка чернокожего. И еще раз мы сразу понимаем, что моя первая мысль, ну, все, конец парню. В Техасе в 30-е годы чернокожий пьяный подросток, убивший шерифа, ну, это все. И, собственно говоря, вот весь этот такой достаточно прозаичный такой сюжет в конце, в финале фильма подводит нас к очень, ну, я бы сказал, неожиданной концовке, которая, кажется, вроде даже не очень здесь вписывающаяся вот в этот киноязык, да. Потому что в конце фильма, ну, собственно, фильм и начинается, и заканчивается церковью, церковным гимном. Мы под звуки этого гимна входим в церковь, где главная героиня, там вся ее семья сидят и слушают проповедь. И проповедник читает отрывок из Библии, послание апостола Павла к Коринфянам, знаменитая 13 глава, глава любви, там о том, что любовь все прощает, все переносит, всего надеется, не ищет своего и так далее. Вот это вот такие великие слова любви. И мы видим, как в церкви происходит причастие, евхаристия, да, и чашу свиного хлеба передают предам. Это вот такая традиция именно в протестантских церквях. И мы видим, да, вот всех участников этого фильма, и вдруг мы также видим там на одной из скамеек рядом сидят вот ее убитый муж, шериф, да, и вот этот парнишка, который его застрелил. То есть, они вместе сидят за одной из скамейек. Ну, они, да, не только там сидят муж и вот этот ребенок, там все герои фильма, некоторые из них покинули город, да, Мозес убежал от куклу склановцев, покинул ее ночью, чтобы сохранить жизнь. Да, в этом фильме мы опять видим, что он сидит. Да, но он сидит в этой же церкви вместе с теми же дядьками, да, как бы, которые его хотели убить. Вот, ну и, в общем, все-все-все вот эти вот неверные жены мужья и все на свете. Вот, да, как бы, какая-то очень примиряющая сцена, где все в одной из церквей вместе принимают причастие, да, примирившись, как-то успокоившись, там, да, как-то вот такая, ну, как бы и показывают вроде как за окном вот это солнце, да, и никакой бури уже точно не будет, никакого урагана. И вот, как бы, они красивые все сидят там, как бы, ну, как будто бы все там, все тревоги, заботы ушли, да, есть вот это вот только торжественная песня. Да, это какой-то такой проблеск такого, ну, царство Божие, по-другому не скажешь здесь, да, вот они все вместе под слова о Божьей любви, которой мы призваны, да, которой мы призваны подражать. И вот вместе, вспоминая там о смерти воскресения Христа, о том, таинстве Юхаристии, все собраны вместе. И это, конечно, какое-то совершенно неожиданное, да, неожиданное окончание, но сам режиссер говорит, что для него вот эта сцена, она к нему пришла, когда он еще даже не дописал сценарий. То есть он, когда начинал снимать фильм, он, то есть эта сцена была раньше многих других каких-то деталей, сюжетных поворотов, которые появились позже. И он говорит вот в одном из своих интервью, что я, говорит, ну, вполне даже не могу объяснить, вот просто этот образ как-то пришел ко мне, и он говорит о том, что образы зачастую говорят громче, чем слова. И вот эта сцена человека, который был убит, и вот того, кто его убил, сидящего вместе, она показалась ему какой-то очень важной. И вот так, мне кажется, да, мне кажется, что действительно это нечто такое, ну, в его случае иррациональное, да, в том смысле, что это какое-то такое побуждение, образ. Это его попытка увидеть мир, да, в котором вот эти все противоречия, которые есть в жизни героев, они как-то, ну, примирились, да. И ты правда, потому что, ну, ты действительно как-то очень хочешь, когда смотришь этот фильм, очень хочешь, чтобы вот эти герои как-то сели вместе. Ты понимаешь, что этот шериф, ну, он бы, наверное, действительно не обиделся на этого дурного паренька. Конечно, в этой сцене мне, например, вот хотелось, я так сказать, когда шел тоже глазами по рядам вместе с оператором, покажет ли он вот этих самых кукускланцев, которые сидят там же. Да где они? Но так как мы не знаем лиц кукускланцев, на то они кукускланцев, что они, в общем, скрывают свои лица, мы не знаем, вот кто они, где вот в этих рядах, которые мы видим. Потому что это, ну, какая-то сцена, которая требует, ну, на мой взгляд, не только, ну, какой-то, не знаю, такого благостного умиления, да, но она требует, ну, что ли, как осознания, покаяния. Да, не может так, это вот здесь, то есть, мне кажется, она выглядит и как, ну, некий идеальный мир, и как в то же время, ну, призыв увидеть себя по-другому. То есть, увидеть конфликты, в которые ты вовлечен, вот ту, там, не знаю, ненависть или непрощение, которое у тебя есть, увидеть по-другому. Увидеть вот через призму этих слов апостола Павла, через убежденность в том, что, ну, есть нечто, что, не знаю, может преодолеть вот всю эту, не знаю, какую-то злобу, ожесточение, там, испуг, там, страх, не знаю, предрассудки, которые у нас есть. Ну, в этом смысле, да, получается такая небесная, божественная любовь, но ещё и все примирены, по крайней мере, во рамках одной семьи в том самом семейном альбоме, да, если люди не разговаривали в жизни или ссорились, или разводились, женились на новых, там ещё как-то, да, все они находятся для поколений семьи, которые их вспоминают, любят в одном альбоме, как бы, да, они уже никто не ссорится, да. Получаются эти склоки, все их, которыми они жили, для нас не важны, потому что они нам дали жизнь, да, благодаря этим цепочкам, этим судьбам мы существуем в этом отношении, такой взгляд. Все они вместе произвели меня. Михаил Булгакова в Белой гвардии, там, в самом конце тоже, когда мы уже видим, как Красная армия входит в город, там, в Киев, он заканчивает описанием звёздного неба. И он говорит, что вот, если бы мы почаще смотрели, я цитату сейчас могу переврать, но смысл общий, что если бы мы почаще смотрели на звёздное небо, то как-то, ну, по-другому могли бы видеть себя, вот, всё, что с нами происходит, потому что там и красное, и белое, всё приходит и уходит, а звёзды остаётся, они всегда там. Поэтому, ну, давайте почаще на них смотреть и как-то в их свете, да, видеть свою жизнь, как по-другому относиться тогда к каким-то событиям, которые нас наполняют. Может быть, я думаю, что и здесь, помещая в конце фильма вот этот гимн любви божественной апостола Павла, режиссёр как-то хочет, чтобы его герои, что ли, получается, и мы смогли увидеть вот эти все какие-то разногласия, которые есть у нас именно через, ну, не знаю, как-то попытаться соотнести их, что ли, ну, с какими-то по-настоящему важными, глубокими, неизменными, вечными вещами. Да, вот эти, потому что в этом свете тогда получается, что проще простить, да, вот мы проще проявить милость, увидеть, не знаю, там, в чернокожем подростке, не закореневого убийцу преступника, там, а запутавшегося паренька, там, не знаю, найти силы простить мужа, который ошибся, там, не знаю, помочь вдове, которая борется за своё существование, да, то есть как-то вот, ну, отвлечься от выживания и, ну, не знаю, попытаться стать, что ли, людьми с большой буквы. Да, да, я думаю, что сам режиссёр даже, вот, я интересно, до конца и не даёт исчерпывающего ответа, почему ему понадобилась эта сцена. Я думаю, что и нам, наверное, сделать этого не удастся, это вот, скорее, желание, желание увидеть всех, и героев, и антигероев этой истории, вот, идея любви и милости. Да, вот, как-то через, через эту призму посмотреть, посмотреть на все события, в том числе и семейные истории. И я думаю, что это главная причина, наверное, почему фильм этот, потому что попал в этот список, да, ну, помимо вот такой вот такой теплоты, да, вот этого любовного взгляда внуков и детей на своих, там, родителей и бабушек, вот эта попытка, попытка взглянуть на историю через призму любви и милости, да, вот таким образом посмотреть на всё, что происходит, не через призму, там, героев, каких-то великих, там, победителей, не знаю, каких-то глобальных событий, а вот увидеть историю маленьких людей, которые пытались любить, заботиться и прощать, вот, может быть, потому что это, наверное, и составляет самое главное и важное событие и, если угодно, испытание нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok